3.5 тонкое проволочное кольцо известного радиуса известен заряд равномерно распределенный соответственно какого превращения силы растягивающей проволоку если в центр кольца поместить точный заряд q0 элемент кольца который заряжен зарядом q эти заряды все отталкиваются друг от друга то есть будут действовать какая-то сила растяжения если мы проведем на некотором интервале который давайте выделим углом дфи так что здесь элемент дуги будет дл у нас будут действовать две силы d2 и d1 джинс джинс Продолжение следует... Значит, во-первых, мы сейчас найдем саму силу, а во-вторых, найдем превращение силы. Значит, на элемент длины длиной DL, на котором помещается зарядик DQ. Угл действует три силы. Сила кулоновского отталкивания от заряда Q0, которую мы там в центре поместили. И две силы, действующие на конце этого отрезка T1, T2, которые направлены под углом в два раза меньше, чем центральный угол, опирающийся на нашу дугу. Здесь будет DeFi пополам. Поэтому мы второй закон Ньютона написали в таком виде. Вместо синуса в нашей проекции силы T мы синус угла DeFi пополам заменили самим углом DeFi пополам. Теперь мы записываем силу кулона, которая будет действовать. Она будет зависеть от R. Расстояние между зарядами. И она будет равна вот этой силе T. T умножить на DeFi, да. Теперь мы выражаем DeFi. Это будет весь заряд Q, деленный на 2PiR. И умножить на дугу DL, которая равна R умножить на DeFi. R умножить на DeFi. DeFi и DeFi у нас сократятся. И будет получено выражение сила, которая действует на заряд, приведет к возникновению силы натяжения, которая будет равна Q0 на Q4PiE с ноликом R квадрат. И когда мы ДКу считали, у нас еще 2Pi появилось в знаменателе. Будет 8Pi квадрат.